Добрый вечер и товарищи! Сегодня у нас очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Напоминаю всем, что в этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения выдающегося советского ученого Василия Яковлевича Ельмеева, философа-экономиста. О творчестве Василия Яковлевича нам сегодня рассказывает профессор Синютин Михаил Владимирович. Тема лекции называется «Развитие Ельмеева марксистской социологии». Спасибо. Ну, во-первых, добрый день. Очень приятно всех видеть. В анонсе прозвучало, что Василий Яковлевич – философ и экономист. Но я в первую очередь сконцентрирован на том, чтобы рассказать о нем как о социологе. Ну, попытаюсь это аргументировать в некоторой степени. И вначале я бы хотел немножко представить его биографию, и дальше остановиться на социологии и попытаться сказать о его вкладе в социологическую мысль. Ну, и в конце сделать выводы. Вот хотел еще, отвлекаясь немножко, представить, была издана в этом году книга о творчестве Василия Яковлевича. К сожалению, я думал, что тут она есть. Она размещена на сайте Фонда Рабочей Академии. Понял, понял. Потому что... В общем, доступность ресурсов. Да. Михаил Васильевич и Виктор Георгиевич помогали. Помогали в ее издании. И поэтому я, к сожалению, не взял с собой. Рассчитывая, что у всех уже есть. Вот. Юбилей Василия Яковлевича был в январе месяце. Он человек январский. Родился в самые Крещенские морозы. В 28-м году. И рождение его произошло в крестьянской семье, в деревне Сузгарье, Розаевского района, Мордовии. И надо сказать, что крестьянское происхождение, конечно, наложило свой весомый отпечаток на Василия Яковлевича, на его характер, на его мировоззрение. Можно даже сказать, на фундаментальные философские взгляды и в чем-то, наверное, конструкции его биографии. Закончив школу, семилетнюю, Василий Яковлевич затем учился в педагогическом училище в годы войны. Там его проявились такие черты, как способность быть педагогом, способность учить других людей. И он, собственно говоря, и занимался в последующие более чем 70 лет, наверное. Следующий важный момент, на мой взгляд, его становление, не просто как мыслителя, как человека, это влияние, конечно, его отца. В особенности, когда он вернулся из фронта, и перед Василием Яковлевичем встал вопрос, куда идти дальше. А отец его, между прочим, начал службу здесь в 41-м году под Ленинградом. Есть такое место по гостье, может быть, знаете, это под Омгой. Место, где сейчас не растут деревья порой. Вот, да, он там в составе 1-й горно-стрелковой дивизии. С сентября и по март месяц находился. Получил два ранения. Медаль за боевые заслуги. Ну, впоследствии уже, в составе других воинских частей, дошел до Германии. И в Померании, можно сказать, на берегу уже Балтийского моря, закончил войну. Ну, и, в общем-то, вернувшись домой, сыну посоветовал, что, ну, раз я проливал кровь за город Ленинград, то ты должен, естественно, учиться там. Поэтому Василий Яковлевич, хотя у него был выбор и ехать в Москву учиться, но вот он выбрал Ленинградский университет. И, успешно поступив, собственно говоря, всю жизнь связал с этим университетом. Поступил он на философский факультет. Достаточно успешно учился. И в это время, надо сказать, на него, наверное, наибольшее влияние оказали, ну, по его собственным воспоминаниям, такие товарищи, как Михаил Васильевич Серебряков, известный еще как большевик с дореволюционным стажем, потом активный участник и пропагандист марксизма на Балтфлоте, привлеченный впоследствии уже после Гражданской войны к становлению марксистского образования в высших учебных заведениях, прежде всего, Ленинграда. Он был одно время и деканом в университете, и ректором. Вторая тоже такая немаловажная фигура – это Николай Николаевич Андреев. Тоже человек с большой, длинной биографией, который начал революционную деятельность, будучи родом из Ташка, Тверской губернии, вернее, еще в 1890-е годы, потом вынужден был скрываться за рубежом, где, поступив в Гейдельбергский университет, активно общался с лидерами социал-демократического движения. Ну, в идейном смысле был, наверное, больше в те годы близок к Плеханову, и в годы Первой мировой войны у него даже такая была весьма активная, можно сказать, резкая полемика с Владимиром Ильичем. Правда, Владимир Ильич писал о нем как о человеке под псевдонимом Николин. Ну, если вы посмотрите сочинение, то можете увидеть. И опять же, после революции он был активным участником становления обществоведения в нашем городе. Защитился, правда, только в 70 лет, в 46-м году. Но это только подчеркивает, на мой взгляд, его упорство. Диссертация называлась «К вопросу соотношения истории и социологии». Ну, это вот к слову о том, что про социологию мне так и так придется говорить. Хотя в современной литературе и в умах современных социологов как-то распространилась такая идея, что в эти годы социология отсутствовала. Но факты, которые и Василий Яковлевич в свое время предпочитал подчеркивать, свидетельствуют о другом. Успешно закончив университет, Василий Яковлевич обучался в аспирантуре. Рано начал преподавательскую деятельность. Ну, в этом смысле он подпадает, наверное, под то понятие, которое часто используют к одаренным детям, как вундеркинд. Он очень рано защитил кандидатскую в 1953 году. Очень рано, ну, по тому времени, в 1963 защитил докторскую. Ну, собственно говоря, первые 15 лет до 1965 года он проработал на философском факультете университета. Потом он возглавил только что создавшиеся НИИ комплексных социологических исследований в нашем городе. Потом, ненадолго вернувшись в университет, уже в 1971 году, ну, в смысле, не в университет, а на философский факультет, в 1971 году он перешел на экономический факультет, где возглавил, опять же, созданную кафедру экономики, исследований и разработок. Защитился в 1977 году там, по экономике науки. И эта идея тогда была новаторской. В общем-то, можно сказать, что в каком-то смысле даже с кандидатской диссертацией уже Василий Яковлевич старался, ну, если так немножко казенно говорить, быть на переднем плане науки. Он всегда был полон новых идей. На экономическом факультете он работал до 1989 года, однако в 1984 году при его активном участии была создана кафедра прикладной социологии. Если помните, тогда в 1983 году вышло постановление ЦК КПСС о том, что общественные науки должны иметь, так сказать, прикладную направленность, больше давать обществу в практическом плане. И вот эта специальность была создана в нескольких вузах страны. И прежде всего ориентировка была на то, чтобы готовить заводских социологов. Если помните, тогда вот по стране пошла такая волна, что на предприятиях, и не только на предприятиях, в организациях многих, ну, старались создавать вот такие социологические службы. В 1989 году на базе вот этой специализации при активнейшем участии Василия Яковлевича был создан факультет социологии Ленинградского университета. И там он проработал вот до конца своих дней. Сначала на кафедре прикладной и отраслевой социологии, было такое трансформировано название, а с 1994 года на кафедре экономической социологии. И за это время он постоянно публиковался, монографии публиковались, ну, можно сказать, практически каждые пять лет с различной очередностью и по философским наукам, и по экономическим, и по социологическим. Вот, собственно говоря, такой биографический обзор. Почему же... Почему же... Я прежде всего хочу сосредоточиться на вкладе Василия Яковлевича в марксистскую социологию, хотя он доктор не социологических, а экономических и философских наук, это прежде всего связано с тем, что уже образование на философском факультете было ориентировано на изучение общества. Если вы помните, тогда деление на направление философского факультета – это исторический материализм, диалектический материализм. То есть, вот для него, конечно, философия – это прежде всего была наука о том, как способствовать организации общественной жизни. То есть, это наука для людей, и в этом смысле самая практичная наука. Ну, в чем-то, наверное, он возвращался к истокам еще античных времен, так трактуя. И, конечно, философия вот такой формальной, с формальной стороны, с точки зрения каких-то таких теоретических конструкций, очень весомых, но зачастую пустых, вот это всегда ему претило. Ему важно было показать, каким образом те или иные, даже самые абстрактные категории отражают реальную действительность, отражают практическую жизнь общества и человека. Начинал он свое исследование, скажем так, уже получив образование, с проблем соотношения науки и производства. Вот его первая фундаментальная тема. И, ну, забегая вперед, наверное, скажу, что если пытаться как-то в одном предложении сформулировать все творчество Василия Яковлевича, понятно, что в этом всегда есть натяжка, но если пытаться это сделать, то, наверное, не будет большой ошибкой сказать, что он стремился исследовать вопрос развития человека посредством усиления творческого и интеллектуального потенциала его труда через, конечно же, участие в управлении собственным производством. И поэтому самые первоначальные его исследования, связанные с отношением науки и производства, заложили теоретический фундамент всех дальнейших построений. Тем более, что для того времени такая постановка вопроса была действительно новаторской. В дальнейшем, в особенности в годы работы в НИИ комсортистных социологических исследований, а естественно, что перед таким институтом партия и правительство ставили задачи весьма прикладные, хотя и с необходимостью теоретического обоснования. здесь, наверное, одними из важнейших достижений Василия Яковлевича и вот группы товарищей, которые активно с ним работали, это прежде всего профессора последствий Полозов и Рященко, проводилось исследование трудовых коллективов, в особенности в Ленинграде, Ленинградской области, по многим таким вот моногородам. И была сформулирована очень важная идея о необходимости так называемого социального планирования. Социального планирования, отличного от экономического планирования. Эту идею, в свое время, эту идею, точнее, в свое время Василия Яковлевич с товарищами подсказал партийному руководству города, которое представило данный вопрос на 23-м съезде партии и весьма успешно он был представлен, одобрен. И вот задумка, конечно, состояла в том, что трудовым коллективом надо взять в свои руки вопросы социального планирования. И это планирование должно отличаться от планирования экономического. Не в том плане, что другие люди, другие органы должны заниматься этим планированием, хотя и это тоже имеет определенное существенное значение, а в том плане, что показатели, а значит ориентиры работы трудовых коллективов должны быть принципиально иные. А опять же так, немножко упрощая для резюмирования, смысл заключался в том, чтобы развивать человека, развивать человеческий потенциал, гармонично развивать человека, если говорить теми понятиями, которые использовал Василий Яковлевич. А гармоничное развитие сразу ему приходилось не просто формулировать свои идеи, так обычно всегда в науке бывает, когда ты что-то пытаешься новаторски формулировать, тебе надо оспаривать какие-то другие существующие идеи. И в этом смысле такой вот посыл критический его был с одной стороны против того, чтобы слишком технологически не рассматривать вопросы развития человека на производстве. А с другой стороны, чтобы не рассматривать это с точки зрения экономических показателей. Вот ему была предложена целая система аргументов в пользу именно такого подхода. Но, к сожалению, 60-е годы в нашей стране связаны с определенными сдвигами и в политике, и в экономике, которые, в общем-то, уже, если мы можем смотреть с высоты сегодняшнего времени, стали поворотным пунктом в направлении так называемых рыночных изменений. И чем больше проходило лет, тем больше Василий Якович убеждался, что противостояние экономических показателей и социальных в аспекте развития производственных коллективов все более будет приходить одно к другому в противоречии. И пытаясь более какие-то фундаментальные аргументы найти для обоснования тех концепций, которые сформировались в 60-е годы, в особенности перейдя на экономический факультет и, конечно, совершенствуя свои познания в области экономики, он активно стал заниматься концепцией трудовой потребительной стоимости. Я не буду глубоко о ней говорить, поскольку, я знаю, Виктор Георгиевич будет один из соавторов и продолжателей данной идеи Василия Качи Ельмиева. Но я просто со своей стороны хочу сказать, что не стоит эту концепцию рассматривать в таком плане, что у нас есть разные дисциплины, и поэтому эта концепция есть исключительно экономическая дисциплина. Она имеет свое, безусловно, немалое значение для социологической науки. И, опять же, если очень кратко пытаться найти смысл этого значения, то он заключается в том, что данный подход позволяет по-иному интерпретировать развитие общества. Интерпретировать развитие общества как воспроизводство человека и общества. Вот с таким названием в 88-м, если я не ошибаюсь, году, и было опубликовано в издательстве «Мысль», по-моему, одна из наиболее важных работ Василия Яковича. И там он показывает, что, конечно, вот идеи, лишенные понимания соотношения потребительной стоимости, меновой стоимости, лишенные представления о том, что затраты, точнее, результаты должны превосходить человеческой деятельности, должны превосходить его результаты. Эта концепция не может называться концепцией развития. И логика последующих лет, в особенности, я говорю, конечно, о развитии социологической мысли, она показала, что и в нашей стране, и в мире в целом произошло такое смещение в сторону распространения идей социальных изменений. Как известно, в Америке появился на рубеже на рубеже развала Советского Союза такой исследователь, как Фрэнсис Фукуяма, который заявил, что пришел конец истории, теперь, который порядок вот сейчас создался после конца противостояния социалистического лагеря сейчас этот порядок будет просто изменяться, но качественно новых чего-то, что предполагает развитие, уже не произойдет. Ну и, конечно, вот это серьезно мотивировало Василия Яковлевича на дальнейшую разработку своих идей. Не подскажете, сколько, я по времени вот как 10 минут то есть есть у меня еще? Не сильно. 45-50 минут. Ага, хорошо. Без 10-8 ориентировочно. 10-10. А когда мы говорим о вкладе Василия Яковлевича, тут надо исходить из нескольких таких обстоятельств. Во-первых, важно понимать, что такое социология. Потому что сегодня и даже вот, скажем, в научной литературе встречаем совершенно противоположные подходы. причем даже у людей, которые называются себя социологами, мы можем встретить утверждение о том, что общества нет. Это какая-то такая конструкция метафизическая. Люди есть, индивиды есть, а общество нет. И в этом смысле, конечно, Василий Яковлевич понимал социологию как науку об обществе. Тем более, что этот вопрос имеет смысл заострять, потому что такая коллизия еще с советских времен накопилась, что если есть исторический материализм, сформировалась концепция научного коммунизма, а вот где, что здесь, какое место имеет социология? Василий Яковлевич, конечно, придерживался той точки зрения, что социология, как марксистская социология, в своем теоретическом аспекте и представляет материалистическое понимание истории, говоря несколько другими словами, исторический материализм. Вот. Это один момент. Следующий момент, тоже важный, с которым он начал сталкиваться еще в 60-е годы, но, наверное, больше всего заострил внимание в годы 80-е. Это то, что помимо теоретической части, в науке всегда есть практическая, но постольку, поскольку в социологии стала распространяться эмпирическая часть, направленная на проведение практических исследований, скажем так. И в нашей стране это происходило в методологическом плане под неким ростом интереса исследователей к тому, что творится за рубежом. прежде всего структурно-функциональный анализ американский в основном. И Василий Якович стремился показать, что эмпирически ориентированная социология теряет связь с практикой общественной жизни. Вот как ни парадоксально. поэтому его идея была в том, что от империи... Ну, он постепенно, конечно, к этой идее шел. Вначале он в чем-то пытался работать в этой области, но выходило так, что стремление верифицировать, если такой термин я могу использовать, наш такой профессиональный, в деталях многие элементы деятельности трудовых коллективов, то мы потеряем самое важное это общество и общественные механизмы. Ну, и как известно, в таком случае с чем будут сталкиваться исследователи, это в основном с мотивами человеческого поведения. Разные есть концепции, какие мотивы, как их можно классифицировать, но в наиболее такой явно упрощенной форме, хотя как теоретическая конструкция, серьезно обоснованной, это известно еще со времен утилитаризма Иеремии Бентама, где все мотивы сводятся к двум параметрам, это удовольствие и неудовольствие, то есть боль. Ну, вот они тогда всю нашу деятельность, все эмпирические показания можно свести к этим двух параметрам. Василий Яковлевич в итоге пришел к идее о создании на месте вот таким образом ориентированной экономической социологии такой части, которая получила название прикладная социология. И в общем-то в Ленинградском университете сначала на экономическом, потом на факультете социологии именно эта повестка дня при нем во время его работы в общем-то и реализовывалась. Тем более, что в советское время естественно был на это спрос со стороны государства и предприятия в общем-то реагировали до поры до времени на такого рода работу науки. еще бы я хотел отметить, что Василь Яковлевич продемонстрировал, что прежде всего, конечно, в рамках нашей страны, нашего общества, но потом это он экстраполировал на более общий масштаб. Наука как общественный институт не может базироваться на стоимостных показателях. То есть рыночная ориентация науки, плоды которой мы можем сейчас очень хорошо наблюдать, она бесперспективная. Безусловно, необходимо участие общества, участие государства и в организационном, и в финансовом плане. Вот. И наконец, что я еще хотел подчеркнуть на мой взгляд важное. Вот когда мы говорим о социологии в смысле марксистской социологии, то очень часто мы можем попасть в такую ситуацию, что если в общем-то марксизм был в основных своих принципах сформулирован еще в 19 веке, ну разве что-то советские ученые могли существенно, принципиально существенно изменить марксизм. На этот счет я думаю Василий Яковлевич, ну конечно это в некотором плане моя реконструкция, насколько я понимаю, Василий Яковлевич рассуждал приблизительно таким образом, что общество меняется и те теоретические принципы, которые были сформулированы Марксом Энглесом в 19 веке, их безусловно необходимо осмысливать лишь применительно вот конкретной общественной практики, а конкретная общественная практика нашей страны 20 века это практика построения социалистического общества. Причем практика весьма уникальная и поэтому марксистская социология в нашей стране оказывалась в специфических исторических условиях, в которых социология никогда еще не работала. и это безусловно понимал и ощущал Василий Яковлевич и его, конечно, разработки всегда отталкивались от данного убеждения. Достаточно тонкий вопрос и всегда дискуссионный, но сейчас просто не время выкладывать все аргументы за и против. Это насколько Советский Союз был обществом социалистическим, насколько в Советском Союзе в те или иные периоды действовали, ну, скажем так, капиталистические тенденции. Опять же, по тому, что писал Василий Яковлевич, по тому, что он говорил, в особенности, исходя из произведений, написанных вместе с профессором долговым профессором Поповым в 90-е годы, можно сказать, что в это время он, конечно, пришел к пониманию того, что да, в советском обществе капиталистические тенденции все-таки развивались. И, видимо, он понимал, что ранее, скажем, в 50-е, в 60-е, 70-е годы им самим эти тенденции недооценивались. Как он видел дальнейшую перспективу развития нашей страны? Ну, он, конечно, был, безусловно, сторонник того, что общество не просто должно, придет к коммунистическому состоянию или к процессу, правильно ли наверное говорить. И это вопрос времени. Последние годы он очень симпатизировал, например, Китай, тому, что происходит в Китае, ездил туда, всегда радовался информации, которые получал об успехах развития Китая. И поэтому мы можем сказать, что его социология в основном оптимистична и нацелена на понимание исторического прогресса, хотя то, что у нас в стране последние десятилетия его жизни происходило, ну, он явно воспринимал негативно. Ну, вот, собственно говоря, наверное, все вкратце, что я хотел сегодня вам рассказать. Спасибо большое за внимание. Есть вопросы? Есть записи наступления? Прочитатели? Это я смогу прочитать. Наверное, там печатную букву не прочитать. Да. Я хоть ее вижу плохо, но спасибо. Нет. Такого автора вы даете читать? Не надо. Есть ведущий и социология и обществоведение это есть одно и то же. Я по очереди? Я вопрос это одно и то же в социологии и обществоведении? Да, да, да. Ну, вот этот вопрос уже вроде бы ответил. Да. Вот дальше следующее. Нет, нет, ну, если вы считаете, что я ответил, но я плагаю, что я даже не пытался на него ответить. вы в процессе говорили, я уже написал. А, ну, просто видите, на эту тему, во-первых, можно очень долго и много говорить. Опять же, как мы понимаем слово социология? Если мы понимаем, что это наука об обществе, то, соответственно, когда возникает наука, тогда человек и обращает, как форма мышления, тогда человек, безусловно, человечество начинает применять это к такому объекту, как общество. Если мы полагаем, что наука появилась еще там в древнем мире, ну, лично я такого мне не придерживаюсь, ну, оттуда и растут, соответственно, корни социологической науки, хотя существовать она может быть под разными названиями, не в названии дела. Социум – это общество? Вот социум. Да, это, конечно, общество. Сам термин появляется в XIX веке с подачи Агюста Конта. Ну, не всегда появление названия – это свидетельство появления новой науки. Это просто появление нового названия у науки. Вот. Такое мое мнение. Как вы относитесь к теории пассионарности? Ну, если позволите так вам ответить, вот никак не отношусь. не придерживаясь не пассионарии. То есть, ну, я знаю, что это такое, как мне кажется, да, и как бы в свое время я бывал на лекциях Гумилева в университете, но я думаю, что правильнее всего мне сейчас это сформулировать вот таким одним предложением, что не отношусь. И третий вопрос. Да. Однопартийная система это значит нет диалектики и нет демократии, отсюда и застой. Согласны ли вы с этим? Я так понимаю, что однопартийная система это характеристика общества в широком смысле, характеристика политических отношений в более узком смысле. так? И с наличием или отсутствием диалектики она никоим образом не связана. Потому что диалектику, если мы понимаем как определенный подход, определенный взгляд. Противоречивое развитие. Вот коротко диалектики. У вас будет возможность понять. Нет. Мы можем понимать диалектику как теорию всеобщей связи и развития. Это одно. Но если мы говорим о диалектике просто как о всеобщей связи и развитии как свойстве этой реальности, вот это уже немножко другое. То есть мы тогда наверное будем пытаться говорить есть ли диалектика в жизни. Всегда есть. Конечно. Все у вас, да? Нет. Нет дем... И нет демократии. Демократия сначала демографию прочевать. Нет диалектики и нет демократии. Вот это я вопросом задаю. Ну опять же демократия это такая вещь такая категория которая уж настолько много о ней говорилось и с одной стороны обжевывалась. Ну если она существует со времен древних греков. Древних греков она выражала один смысл. сегодня выражает другой смысл. Сегодня в России выражает один смысл. в Америке в Германии другой смысл. В Габоне третий смысл. А в Китае четвертый смысл. Понимаете? вот вот я так смотрю на это. Если демократия это так немножко оторваться да и упростить это власть народа ну какой народ такая власть у него. насколько народ представлен во власти ну это как правило зависит от самого народа. Что такое народ? Ну да. Писамо говорил мы все народ и правительство тоже. у нас будет возможность будет. Но я нам могу задать. Как правило политические формы они не так далеко уходят от того какое общество. То есть вы не можете иметь формы настолько развитые насколько вы хотите если общество не настолько развито. Да даже и вы хотите каких-то форм исключительно исходя из того насколько развито ваше общество. Потому что ну откуда откуда у нас идеи-то все? Исключительно из общества. Все мысли в основном вообще все слова мы берем из общества. Мы с вами говорим только теми словами которые нам дало общество. Язык это и есть величайшая форма демократии. Ну если конечно переводить это в политический контекст политический контекст то опять же надо смотреть а что за общество. Понимаете? Общество после гражданской войны никогда не может быть демократичным. Общество вообще в условиях войны. Вы посмотрите сегодня на те страны которые пережили какие-то военные конфликт только отсутствие демократии в таком узком понимании как отсутствие определенного политического процесса в чем-то даже и свобода слова имеется ввиду здесь когда мы говорим о демократии организация выборов каких-то должностей политических государственных это же тоже зависит от того в каком состоянии страны сегодня мы имеем возможности таких выборов которых не было сто лет назад всякие вот эти электронные системы они же принципиально отличаются от того что было ну мы можем сказать что ну и тут можно как бы обмануть людей больше наверное можно но все равно я не об этом а о том что обмануть то можно людей при любой системе и про при поднятии рук и про при крике голосом и так далее не об этом речь вот а ведь смотрите не всегда система с хорошо построенным голосованием и выборов каких-то людей на какие-то должности политические приводит к тому что эти выбранные люди будут отражать интересы людей которые избраны а надо воздействовать на этих выбранных своих людей вот вопрос в том что очень часто в условиях современной демократии на выбранных людей воздействует очень ограниченный круг лиц мы знаем эти демократии потому что пассионарность упала люди апатичны вот в чем дело могу и забыть а вот сейчас погодя спасибо на эти вопросы я отмечу спасибо у нас три четыре выступающих товарищ гавжи пожалуйста приготовить дорогие товарищи ну прежде всего хотелось Михаила Владимирович поблагодарить что мы сегодня провели вот вечер в памяти о Василии Яковичей и вот есть много профессоров уважаемых профессоров в Санкт-Петербургском университете но есть лидеры лидеры во всем и вот Василий Якович а мне приходилось его с ним встречаться поскольку юридическое экономическое аспирантуру на экономическом факультете в СПВГУ проходил где познакомился и с Михаилом Васильевичем Поповым и с Виктором Георгиевичем Долговым который вот еще будет у нас один вечер следующий вечер это с Долговым как раз тоже посвященный 90-летию Василия Яковича Ильмиева надо сказать что во-первых это был очень мощный разбирающий профессор и в то же время у него какой-то талон скромности был вот это очень скромный человек несмотря на свои знания и очень грамотный подход который резко отличался и который настолько детально изучил Маркса которому в этом году 200 лет и он очень диалектику наук логики Гегеля изучил и с Михаилом Васильевичем Поповым которым мы знаем они кропотливо изучали штудировали и Гегеля и Маркса это вот такие профессора отсюда и знания они вырабатывали и несли эти знания в массы что касается заданное Михаила Владимировича по демократии но вот тут Василий Якович очень всегда носил классовый подход потому что любое общество это какого класса и конечно и демократия соответственно класса и вот разбираясь во всем очень здорово что мы 90 лет не пропустили и спасибо Галко Виктору Ивановичу что вот как ректор он вот это 90 лет вывел и в наш университет в котором мы сейчас мечтаем Михаил Владимирович у нас доктор социологических наук но и он совершенно рогично раскрыл деятельность Василия Яковлевича как выдающегося социолога и несомненно Василий Яковлевич при своих способностях мог бы в парню стать и трижды доктором на виду доктором фирософских и доктором экономических и доктором социологических наук в обществе социологии которое вот Юра достаточно правильно назвал распознанием так по-эссинецко упрощенно говорить Василий Яковлевич занимался интереснейшей темой это преодолением труда между преодолением различия между людьми умственного и людьми физического труда и у него была книжка замечательная еще в 65 году написана коммунизм преодоление различия между людьми умственного и людьми физического труда это архиважная проблема на которой в общем-то мы которую мы решить так и не смогли но тем не менее крупнейшее пожаро свое наследие Василий Яковлевич оставил как доктор экономических наук но может от того что экономика как-то ближе всего с 1 января 1992 года я как рухнув финансовую пропасть так в нее и падаю ибо известно что это самое грубокое из всех пропастей в нее можно падать всю жизнь но и поэтому экономика вот как-то кажется здесь ключевым местом что сделал Василий Яковлевич Василий Яковлевич ну или не один конечно наряду с соратниками он стоит у истоков политэкономии социализма теории потребительной стоимости если Маркс создав ну не создав как сказать ну создав наверное да как науку политэкономию капитализма написав капитал то Ильмеев Василий Яковлевич он создав политэкономию нового общественно-политического строя коммунизма и здесь это его конечно самый пожарокрупный вкрад вот что писал Маркс в работе критики политической экономии как только труд в его непосредственной форме перестал быть великим источником богатства рабочее время перестает и должно перестать быть мерой богатства и поэтому миновая стоимость перестает быть мерой потребительной стоимости на первый взгляд это режет грас как же так труд перестал быть мерой богатства рабочее время перестало быть мерой богатства а вообще говорят труд наш это мера чего богатства то рабочего конечно то есть рабочий чем больше работает тем беднее живет и сколько бы ударники капитлического труда любящие работать сверхурочно не старались доказать обратное они только мрут я вот сегодня только приехал из больницы где с понедельника находился с камушком и там так сказать этих ударников наблюдал вот лежит человек с камнем в почке его там коряжет он у меня завтра смена у него так сказать шиномонтаж там никто ему больничного не даст ничего он отпрашивается и бежит грузовой шиномонтаж до 150 килограммов вот молодой парень двое детей говорит мне семью кормить надо вот это самое вот это вот чего богатства создает такой капитализм а что является миром богатства при коммунизме источником богатства при коммунизме свободное время свободное время вот она диалектика так как говорят капиталисты они же лентяри все они хотят ничего не делать и при этом жить богато а такое свободное время товарищ как-то ничего не делал что такое свободное время время употребляемое для собственного развития то есть когда человек не картошку копает у себя в огороде чтобы прокормиться а работает над своим развитием творит и именно здесь вот главное богатство при коммунизме именно в свободное время то есть это не то что там конечно если там тебя сосрали в Шушинское где ни интернета ничего ты там сидишь и рыбу ловишь на покровах смотришь но это вообще говоря не свободное время там можно конечно тоже что-то думать развиваться особенно если тебе Слава Морозов библиотеку целую туда присрали то можно развитие капитализма в России написать вообще говоря это вот свободное время было в Шушинском у Владимира Ильича но нам вот никогда присрать не будет поэтому конечно свободное время это не пустое времяпровождение это именно вот время потраченное на развитие и как здесь какие стимулы какие так сказать показатели здесь видят товарищ Ильмиев в 65 году у нас главным показателем для предприятий стала прибыль ну и после этого наша страна семимильными шагами уже пошла к капитализму и уже не мара старость вот этого переходного периода от социализма капитализма вскоре уже капитализм вступил во все права а что под теорией потребительной стоимости теория потребительной стоимости рассматривает три момента во первых это производство средств производства вот у меня студент один работал на станции техобслуживания экскаваторов Вольво он говорил что экскаватор Вольво он где-то в 5 раз дает больше выработку чем старый советский экскаватор 70-х годов вот поэтому техника средства производства они должны экономить время тех кто на них будет трудиться и даже если при этом они будут требовать несколько больших трудозатрат на свое производство все равно смотреть суммарные трудозатраты и как правило выяснится что если они дают существенное превышение в производительности труда то эти повышения затрат на их производство они гаснут по сравнению с той экономией труда которая даст их использование и вот это должно быть главным показателем для предприятий производящих средств производства причем вовсе не обязательно вот это если бы у нас так сказать не остановились развития в определенной точке не обязательно современный экскаватор более трудоемых чем предыдущий вот скажем в годы в 44 году себестоимость танка Т-34-85 была в два раза ниже себестоимости танка Т-34-76 который выпускался в 40 году при гораздо при том что у того производительность была гораздо выше с точки зрения уничтожения вражеских объектов вот это в два раза упала его себестоимость вот это так сказать примеры такие вот далее в отношении предметов потребления что тут тут при том же самом качестве продукции скажем качестве пиджака ничем не упала китайских ниток которые рвутся там через две недели и так далее ткань все тоже те же потребительские свойства но должна падать тут уже трудоемкость изготовления товаров народного потребления ну и соответственно если еще имеет место быть такое понятие как цены хотя это не совсем цены при социализме эти цены должны падать вслед за этим снижением трудоемкости изготовления и то же самое те предприятия которые более успешно снижают трудоемкость изготовления и соответственно понижают цену на свою продукцию они должны ну быть на хорошем счету премироваться и так далее далее в отношении людей кадров людей надо учить когда мы людей учим то мы то же самое трачем на них время тратим на них силы то есть другие люди тратят на это силы и вот здесь опять должен быть такой же подход что время затраченное скажем преподавателями на обучение хоть будь тот хоть студенты хоть специалисты повышающие свою квалификацию оно должно быть меньше чем та экономия труда которая возникает при использовании этих более квалифицированных специалистов вот эти вот ну ничего немножко надо сказать вот это вот третий момент который имеет место ну и напоследок значит ну это надо сказать потому что хоть Борис Николаевич сказал и правильно что здесь у нас конец но у нас здесь не совсем все-таки вечер памяти Ельмеева главное у нас это сказать о том что он сделал и вот я хотел бы так сказать представить литературу и обратиться к тем кто нас будет смотреть это экономисты в первую очередь и молодые может руководители экономистов здесь богатейшее имеется поле для написания дортовских кандидатских диссертаций вот начинаем с книги альтернатива выбор пути это 90-й год еще так сказать в советское время издана книга и вот в этой книге это сборник но здесь есть раздел основа противозатратности соавторы здесь некто товарищ Сиськов которого я не знаю Виктор Георгиевич Доргов бывший главный редактор газеты Народная правда и первый провектор Ленинградского университета который будет читать лекцию через две недели вот здесь Василий Яковлевич Ельмеев вот эта вот книга рекомендуете она удастся найти пока она в интернете я ее не нашел не выражена она у нас далее в 97-м году была издана книга уроки перспективы социализма в России здесь тоже один из авторов Василий Яковлевич Ельмеев и она довольно богатый материал дает далее будущее за обществом труда это Василий Яковлевич Ельмеев редактор этой книги здесь цареяты авторы Доргов и Попов вот и прочие товарищи она вышла в 2003 году и тоже так сказать даст очень ценный материал значит далее от закона стоимости к закону потребительной стоимости это материалы конференции которая проходила в Греции под эгидой греческих коммунистов и здесь также есть раздел непосредственно посвященный теории потребительной стоимости ну и под конец социальная экономия труда это монография фундаментальнейший труд да фундаментальнейший труд товарища Ельмеева и в котором кстати затронут вот этот социологический вопрос о преодолении разделения преодоление различий между людьми умственного и людьми физического труда также затронут он несколько лет тому назад в 2007 году эта книга издана несколько лет тому назад она еще лежала местами в буквоеде она большим тиражом издана в издательстве Петербургского государственного университета есть еще одна книга это выбор нового курса тоже в 90 году издана и у меня ее к сожалению у себя не нашел это из моей библиотеки все личный а ее видимо кто-то может у меня взял а для интеллигентного человека зажилить книгу это не порог а добродетель свидетельщики о его склонности к развитию ну и вот книжка Михаила Владимировича Синютина соратника Едмеева доктора социологических наук вот она вот так вот она наверное есть еще в продаже да? где ничего и можно купить? не знаю она вообще не продается она выражена у нас на сайте я просто чтобы у вас было книги а у меня есть если кому-то вдруг надо вот так что книги эти товарищи выражены на сайте на библиотеке сайта московского отделения фонда рабочей академии так что это вот там они все есть и там очень хороший афавитный указатель можно все эти книги найти ну вот все что я хочу сказать спасибо ну тогда заключительное слово заключительное слово честно говоря я даже не знаю что говорить мне о заключительном слое ну поблагодарю за возможность выступить и какими-то своими мыслями с вами поделиться спасибо вам спасибо дорогие товарищи следующий четверг 19 занятия не будет потому что в воскресенье 22 апреля в разливе состоится ленинская конференция на готовность всех приглашаем здесь занятие состоится через неделю 26 апреля через две недели ой извините через две недели 26 апреля тема тема лекции потребительность таймостной критерий научно-технического прогресса лекцию читает профессор долгов и торги гербич соратник Василий оклещен до встречи через неделю через две недели и до встречи на ленинской консультации спасибо спасибо субтитры